Продолжение чтения рубрика «Трихомонада. Убийцы человека». Часть 2. Продолжение о трихомонадах. Как я уже сказала, инфекция женщинам передается в основном мужчинами трихомонадоносительными, больными хроническими трихомонадным уретритом. В одних случаях трихомонады попадают во влагалище вместе со спермой, в других – вместе с выделениями из мочи спускательного канала. Вначале поражается влагалище, преддверие влагалища с его многочисленными криптами и железами. Затем мочи спускательный канал и другие органы мочеполовой системы. Лейкоциты и грибки кандита, имеющиеся во влагалище женщины, вынуждают паразита трихомонаду переходить в клеточную форму и становиться неузнаваемым. То есть трихомонада может так подстраиваться, что ее могут не найти. Она может ассимилироваться с вашими клетками, с вашими петельями ткани, тканью, перерасти, и ее никто не обнаружит. Поэтому всегда нужна профилактика. Вам анализы ни хрена не покажут. Для того, чтобы выявить трихомонаду, подавляют грибки кандита, что приводит к нарушению равновесия микрофлоры во влагалище. В результате трихомонада заметно активизируется, и это упрощает ее выявление. У больных с проявленным трихомонозом, особенно женщин, он имеет симптомы острого кальпита, боли, зуд во влагалище и в области наружных органов. Локальное лечение, начатое женщиной, либо назначенное врачом в течение 2-3 недель, приносит значительное облегчение. И она начинает считать себя здоровой, не обращаясь в дальнейшем к врачу, возможно, месяцы и годы. В действительности такое, в кавычках, лечение, по моему мнению, только ухудшает состояние здоровья, ибо острое начало болезни переходит в хроническое, вяло текущее и уходит вглубь организма. Потом там всякие кисты, шмисты и тому подобное. Я немного пропущу по поводу, как анализы берутся, потому что я это в Телеграм. У меня в Телеграм есть Вита Катарси. Сюда, пожалуйста, добавляйтесь, я все материалы скидываю, у меня все по рубрикам. Конечно, там уже много людей написало в сообщении в эти рубрики, что я прошу не делать, потому что я создала топик общения, там можете общаться. Но в моих рубриках, пожалуйста, не пишите сообщения, потому что будет неудобно для людей. Так, мазки у женщины берутся, начиная с 4 дня, начало менструации, обязательно из 3 точек, у ретры, цервикального канала и влагалища. Мазки рекомендуют собрать обязательно 4 дня подряд, так как трихомонады могут выявиться только в одном из них. Взятие мазков в какие-то иные дни нецелесообразно, так как трихомонады вновь уходят в глубокие очаги и вышележащие органы. Такой способ выявления трихомонад позволил установить, что не 5-7 женщин процентов больны, а все 55% инфицированы трихомонадой. Я думаю, сейчас все практически инфицированы трихомонадой. При более скрупулезном выявлении этот процент в дальнейшем был доведен до 90, ну, как я и сказала. Если к этому присоединить зараженность ротовой кишечной трихомонадами, то пораженность будет поголовная 100%. Женщин, так и мужчин, дорогие. А то вы уже обрадовались, да? Думаете, женщины, ха-ха. Мужчины тоже. Особенности заражения мужчин. Для проникновения трихомонад в уретру мужчин требуются немного другие условия. Однако здесь немало факторов, мешающих внедрению возбудителя и его развитию. Кислая реакция мочи и омывание ею стенок уретры. Высокая сопротивляемость слизистой оболочки в случае... Так, 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 так. Ладно. У больных с проявленным трихомонозом, особенно женщин, он имеет симптомы острого кальпита. Как я уже это сказала. Так, в случае отсутствия в прошлом каких-либо воспалений. Это про мужчин. Большое значение имеет также понижение сопротивляемости организма, вызванные изменением нормального витаминного баланса, анатомические отклонения, сопутствующие уретрит другого происхождения. Диагностика у мужчин. Трихомоноз у мужчин часто протекает скрытно. Поэтому они считают себя совершенно здоровыми. Но в то же время являются носителями трихомонад. Выявление паразита возможно лишь при назначении специальных исследований серии комбинированных провокаций с ежедневным забором мазков. То есть это очень длительный процесс. Но даже в этом случае из 15-20 стекол лишь одно или два будут выявлены трихомонады, ибо возбудитель находится в закрытых очагах. Из этих закрытых очагов паразиты могут прорываться в уретру во время полового акта или под влиянием других факторов. Симптомы болезни. Я думаю, самый любимый топик. Инкубационный период в среднем колеблется в пределах от 5 до 15 дней. Клиническая картина характеризуется относительным однообразием симптомов, не представляя каких-либо специфических особенностей. Наиболее часто жалобы на выделение, зуб болезненные сношения, частые мочи спускания, плохой сон и раздражительность. Симптомы трихомонадного кальпита. Обильные жидкие пенистые гноевидные выделения в острых случаях, разъедающие, иногда с примесью сукровичного секрета. Слизистая оболочка влагалища при остром трихомонадном кальпите представляется отечной, покрасневшей местами с точечными кровоизлияниями, легко кровоточит. Стекающие из влагалища обильные выделения вызывают раздражение слизистой оболочки преддверия, а также кожи наружной гениталии. В хронических случаях наблюдается очаговая гиперемия, переполнение кровью сосудов, стенки влагалища. Количество выделений уменьшается, но сохраняется их пенистый характер. При трихомонадных кальпитах воспалительный процесс распространяется и на влагалищную часть шейки матки. При поражении уретры вокруг ее наружного отверстия могут быть гиперемия и отек. Больные отмечают учащенные болезненные мочи и спускания. Трихомонадный уретрит у мужчин протекает в основном по типу гонорейного и других бактериальных уретритов. Возможное осложнение у мужчин уретрит является одним из основных проявлений трихомоноза. Поражение других органов мочеполовой системы, как и при гонореи, возникает вторично. Трихомонадные простатиты могут протекать без каких-либо симптомов. Органы мошонки вовлекаются в процесс во много раз чаще, чем при гонореи. Обнаружение трихомонад в секрете простаты соскобия и соскобия из пораженного придатка яичка служит доказательством, что влагалищная трихомонада может из уретры проникнуть в любой орган мочеполовой системы. К более тяжелым последствиям трихомоноза мужчин следует отнести сужение мочеиспускательного канала, которое, как и при гонореи, формируется не сразу, а на протяжении двух, от двух до восьми лет и более. Предупреждение развития и осложнение при трихомонадных уретритах составляет часть большой и сложной проблемы борьбы с этим заболеванием. То есть это большая сложная борьба. Но люди предпочитают помирать. Че поделать? Так же проще. Предупреждение развития и осложнение при трихомонадных уретритах составляет часть большой и сложной проблемы борьбы. В профилактике и осложнении имеют значение ранняя диагностика и эффективность лечения. То есть лечение. Лечение. Можно лечиться химозой, которая не даст результата. А можно полностью исправить образ жизни. То, о чем я говорю в каждом своем ролике. И, конечно же, антипаразитарная программа, без которой ни одно очищение организма не будет совершено. Тот, кто очищает организм без антипаразитарных трав, антипаразитарных других составляющих, не добьется никогда успеха. И все эти трихомонады, все простейшие, все паразиты просто разбегутся по разным органам. И там будут образовывать локализацию. Тот, кто начал лечение и бросил его, это сделал зря. Это самая большая ошибка, потому что он заставил паразитов сделаться агрессивными. И они будут теперь активно размножаться и разрастаться. Вместо того, чтобы добить их, они будут вырастать больше, превращаясь в злокачественную опухоль. Поэтому рекомендую все антипаразитарные программы и образ жизни доводить до конца. Особенно, если вы, надеюсь, нашли грамотного целителя.